Дорогие соотечественники, в природе, в человеческой природе, есть такая хитрая штука. Она называется логика вещей. Что такое логика вещей? Логика вещей – это когда человек неволен поступать так, как ему взбредет или так, как бы хотелось. Вот такая логика вещей. Вот нельзя и чего-то, и нельзя. Или нужно? Ну, нужно. И когда кто-то ожидает от человека, что он должен был бы, казалось, поступать так, или эдак, или сяк, или как нравится этому человеку, он спрашивает, говорит, ты что, понимаешь, не так себя ведешь, не все, не то. И человек, который находится под диктатом этой логики вещей, начинает врать. Ну, а что делать? Не может же он сказать, что вот причина на самом деле такая-сакая. И вот это мы часто наблюдаем в нашем политикуме. То есть, когда говорят, тут кризис, там какие-то коалиции, там и прочее, третье-десятое, и начинают придумывать какие-то странные условия и так далее. А еще тут и аналитики, политаналитики начинают всякую чушь и пургу нести. И это говорит о чем? Ребята начинают врать, потому что деваться некуда. Не могут они сказать, что как есть на самом деле, и что чем движет, ну, и, соответственно, начинают врать. Для того, чтобы разобраться во всей этой пурге, во всем этом тумане и во всех этих странных вещах, а всегда знайте, когда что-то странное и непонятное, значит, там какая-то хитрость посередине. И вот самый большой, на мой взгляд, специалист по коалиционному строительству, сам автор этого нового неологизма, политологического, внимание, как звучит, коалиционное строительство. Итак, перед нами автор вот этого понятия в политологии, которое особенно у нас на Украине, да, и в соседней Айкумении, значит, просветает, находится у нас в гостях. Я очень рад его видеть. Это наш добрый друг и мудрый человек, и очень порядочный мужик Валерий Демидевский. Спасибо. Я надеюсь, Виктор, что телезрители понимают наш весь юмор, потому что всякий раз после твоего представления мне хочется сразу бросить эту журналистику и быть в политику. Но наступает вечер, и я вспоминаю мудрую молдавскую пословицу. Санцелеш, конечно, прост, тот требует сайминти. Это ты, так сказать, тебе опять же лавры Сократа не дают спать. Вот что он сказал, это мудрец, из мудрецов Сократ. Смотрите, я под конец жизни понял только то, что я мало чего понимаю. Есть очень славная байка на тот счет, говорит, значит, знаете, говорит, стрелочник всегда считал начальника станции большим дураком, и вот он стал начальником станции. И вдруг понял, что с точки зрения стрелочника это не все видно. Не все видно, знаешь. Вот поэтому я говорю, да, политики часто... Ну это хорошо. Тут еще речь шла о стрелочнике, который еще чем-то управлял. А представь это какой-нибудь служка при станции, который только навоз под лошадьми сгребал. Вот ему-то как, из грязи в грязи. Ну это писал Булгак в известном произведении, говорит, помните, когда вы что-то читаете сейчас. Швондер рекомендовал, говорит, переписку Каутского с этим, с Марксом, с Энгельсом, да, говорит, и что? Говорит, ну, пишут там разные немцы, съездят, говорят, взять и поделить. Он говорит, что тут думать, говорит, надо забрать и поделить. Снизу всегда кажется все просто. Он говорит, а если кончится, снова забрать и поделить. Да, поделить, да. Поэтому вот когда мы вот сейчас видим масса случайного непонятного, ну, например, каким-то случайным макариком непонятным образом мы видим представителя и США, и Евросоюза, и России, они все сошлись случайно в одном месте. И поэтому когда... И все трое сказали, что это чистое совпадение. Вот так я же хочу сказать, дорогие соотечественники, когда вам кто-то говорит, что мы тут, Молдова, в гипполитике, да кому мы тут нужны? Ох, не верьте! Посмотрите, что сейчас происходит. И вот я надеюсь, что Валерий Демидинский немножечко нам, чуть-чуть, насколько он сможет, приоткроет эту завесу. Да, заметьте, насколько смогу. Пожалуйста. Да. Ну, такой предсказуемый визит. У нас три месяца шло формирование коалиции, шло коалиционное строительство. В результате, как бы, это очень характеризует наше, к сожалению, нашу власть тем, что мы всякий раз, когда наделать что-нибудь, мы делаем это сами. А вот когда надо что-то сделать хорошее, детсадики нам красит румынское посольство, дороги строит Америка, газ в долг дает Россия. Гастарбайтеров принимает. Гастарбайтеров принимает Россия и Европа. То есть это они. Да. И потом самое смешное, когда у нас что-нибудь не получается, у нас есть часть политиков, которые говорят, что во всем виноваты русские, худые черти, другие говорят, что во всем виноваты европейцы, третьи американцы, четвертые румыны, слава богу, еще это самое, эфиопов не приплели. Да. Поэтому вот это вот говорит о нашей детской болезни, наших политиков, да, всегда, так сказать, не решаться на какие-то свои действия, да, а всегда как бы считать, что скажет. Даже вот сейчас вот буквально на днях, какой на днях, даже вчера, по-моему, да, посол США Кристина Балан раскритиковала визит Козака, сказала, что Козак давит и так далее. Я, правда, не знаю, на что было рассчитано, это, как говорит Путин иногда про своего пресс-секретаря, говорит, ты не знаешь, что за пургун там, да, пошутил на что. Но ты о пурге и говорил. Да. Это летом-то. Откуда эта пурга взялась, потому что в тот момент, когда она это говорила, да, значит, самое, ее прямой начальник, который назначил туда надпост, лидер гимпартии, встречался с Козаком, да, и беседа была очень такой, как бы он старался убедить господина Козака в многих вещах, так сказать, развеять какие-то мифы вокруг его имени и так далее. Поэтому, как-то, вот знаете, все это, ну, как бы смотрится изнутри, не так, как снаружи, да. Ну, а с другой стороны, мы маленькая страна, конечно, мы не можем, особенно в той ситуации, в которой мы прошли за 30 лет независимости, да, практически угробили. На пути к Европе и прогрессу. Да, да, мы угробили свою экономику, закрыли предприятия, выгнали половину населения, вот, и, как бы, здесь, конечно, мы не можем уже обойтись без внешней помощи, естественно, внешние игроки, вот даже господин Хан сказал, что помощи МВФ не будет, хотя, насколько я знаю, правительство недавно получило деньги из ЕС, что-то около 50 миллионов, вот, ну, весь вопрос в том, как используются эти деньги, да, потому что мы знаем зачастую, что эти деньги часто бывают, используются не по назначению, но исправно, ЕС здесь не надо беспокоиться, потому что они исправно получают все обратно, кредиты возвращаются, но, правда, с большим мнением, не за счет тех, кто их разворошили, а за счет тех, кто работает в этой стране, тяжело работать. И кто их не получил. Кто их не получил, да. Я хочу вот такую маленькую ремарку, ты же, Валерий, мы с тобой как бы древние тут смотрители всех этих вещей, ну, ты же говорил про смотритель дорог, там, и все такое, станции эти. И вот, значит, я помню, что когда Владимир Николаевич Воронин принял дела, вот, я помню, я тогда организовал визит в Китай, значит, Пекин, Шанхай, там, Хайнань, вот, были в Китае, вот, и помню, когда мы ехали в машине, ну, как полагается, президент и посол в одной машине, там, эскорт, там, 24 машины, мотоциклисты, там, кошмар, китайцы, большие мастера в этом, вот, и как-то я чувствую, что он, Владимир Николаевич, хочет что-то сказать, поделиться, вот, ну, так, а я тогда был, как бы, помоложе, чем сейчас, так, а по сравнению с ним, как был пацаном, так и остался, и он говорит, слышь, Виктор говорит, вот он две вещи меня поразил, он говорит, слушай, я думал, если стану президентом, ну, я порядок наведу в две секунды, говорит, если б ты знал, какая это моширла, по-молдавски, моширла, болото, говорит, кошмар, и второе, как бы, чем меня удивил он, исходя из своего опыта, он говорит, Мэй, слушай, у нас там, говорит, нам за это все время, там набежало, помнишь, в начале, там раздавали очень много денег в эти бывшие республики, ну, чтобы утвердить про европейскость и все такое, и подкидывали, и вот там набралась сумма, что-то порядка, чуть ли не миллиарда долларей, ну, за это время, он говорит, Мэй, я до сих пор, Виктор, не могу понять, куда ушли эти деньги, ни статисты не знают, ни экономисты, никто, вот, поэтому я к тому, что ты сказал, хотел бы, чтобы ты немного, как бы, уточнил, о каких суммах идет речь, что испарилось, за эти 30, сколько лет, непонятно куда, тогда было, как он мне сказал, Владимир Виколаевич, миллиард чем-то. Ну, сейчас было несколько раз больше, а уже, значит, ну, вы знаете, знаешь, Виктор, зачастую бывает так, что, когда выделяют какую-то, вот эту сумму, да, они говорят, вот на эту сумму мы вам расскажем, как добиваться хорошей жизни, при этом наши эксперты получат хорошие зарплаты, плюс ваши эксперты, бухгалтерия будет составлена, и мы будем вам рассказывать. Мы на сегодня, мы на сегодня видим, вот, многие наши СМИ, даже за счет этого существуют, надо создать комнату, поставить там микрофон, стол, и обеспечить присутствие наших СМИ, которые сейчас недорого стоят, их много развелось, так далее. Если сложить, у нас несколько тысяч неправительственных организаций, если сложить все это в большой Талмуд, изучить и сделать выжимку, то выяснится, что у нас давным-давно дороги вымощены серебром, шлагбаумом, золотом. А вот эти знаменитые дыры за платы на дорогах все исплатины. Да, да, все исплатины. То есть, то есть, выясняется, что, кажется, у нас и там, и с бедностью борются, и с коррупцией, и с чем только у нас не борются. Вот. Но от этой борьбы, к сожалению, половина населения в итоге сбежала. Это большой вопрос. Почему? Итак, значит, мы приходим к тому, что есть штука, которая называется сила вещей, а сила вещей часто выступает в такой ипостаси. «Мы есть гроши». Ну, как их не украсть? Как? Что они? Ведь это же тоже мотив, это тоже мотивация. Это такая сила соблазна, помнишь, в церковных книгах, там, в Библии и прочее, о чем всегда говорится? А соблазни, как в сильнейшем инструменте греха, и, конечно, насилии, и чувство страха, и страха, и человек грешит. Как ты считаешь, вот можно отнести склонность у нас и на Украине не только там и грузы, и многие, и что, да и в России, матушки, да и в Штатах, да и в Штатах, помнишь эти аферы, когда Обама, опустим и нелинкап, говорят, ребята, я дал вам триллион чем-то спасти банки, а вы в конце года себе бонусы по 50 миллионов. То есть, видно, это не... Золотые парашюты, да? Да, что... Скажи мне, почему вот такой соблазн украсть? Вот, казалось, государственный деятель рачительно должен там думать, и люди ходили... Везде воруют, и в Германии, и везде, но где-то как-то воруют в мэру, а где-то, ну, до беспредела. Один бизнесмен, при мне говорил, такой большой бизнесмен, олигарх, которого мы бы брали как-то интервью в Москве, он сказал, говорит, давайте воровать с прибылей. Проблема в том, что, знаете, вот воруют действительно везде, и сложно заставить человека возиться с мёдом, да, переливать мёд, и не обрезать палец. А чё нет? Да, мы так устроены, все мы любим быстрые доходы, деньги любят все, практически. Просто некоторые не понимают, что деньги всего лишь средство, да, некоторые делают из них фетиш, и на этом погибают. Мамона. Да, молятся этому, некоторые понимают, что деньги это всего лишь средство. Средство другой сладости у власти, да. Вот. Поэтому я думаю, что у нас просто, как бы, воруют из-за того, что мы позволяем. О! мы позволяем. То есть где-то не позволяем, где-то люди следят за этим, пытаются. Каких-то странах в отставку тут же подают, а у нас есть какие-то правила. Хоть бы что. Ну, есть страны, которые считаются менее подвержены коррупции, там Дания, Финляндия, Швеция, называют, там правила другие. Там одно подозрение, человек в отставку подает. Я никогда не забуду, когда какой-то, по-моему, представитель, это и швед, по-моему, приехал сюда и проверял одну нашу знаменитую неправительственную организацию, которая здесь боролась с правами человека, да, а потом написал отчет. Ты хорошо сказал, не за права, а боролась с правами человека. С правами человека боролась, значит, самая очень такая известная во всем мире организация. Он приехал сюда с контрольной проверкой, и наш представитель пошел к нему в номер с отчетом, с шампанским, с конфетами и так далее. рассказать, что вот, дескать, как мы успели. И он не выдержал, он выгнал его и написал целую такую, знаете, разгромную статью, что деньги были украдены, был громкий скандал, это все попреклалось в прессе. Я сейчас не буду вспоминать, не буду вспоминать, кто это был и что, потому что этот человек потом был политиком у нас, и обвинителями, праведниками и так далее. Но, как мне рассказал один западный дипломат, будь на его месте не швед, а какой-нибудь латиноамериканец говорит, может быть, они выпили шампанскую, съели бы эти конфеты, ну и конверт взял бы какой-то там откат, да, зачастую так бывает, когда... Потому что, понимаешь, все зависит... Есть такое понимание, знаешь, даже в эти гранты, как откат. То есть вам дают деньги определенные, да, вы должны откатить, в следующий год получите больше. Да, да, бухгалтерский отчет вы делаете на все эти деньги, то есть прикрываете тех, если у вас хорошие связи, есть с местными, так сказать, налоговыми органами и контролирующими органами, они тоже вам это все зачтут, ну и все довольны, все хорошо, все прекрасно. Мы отчитались, в Молдове стало еще светлее, лучше, еще больше борьбы с коррупцией, больше за права женщин, детей, да, и так далее. Ну, в принципе, мы в такой же финансовой системе существуем, которую нам как бы придумали после того, как мы расширили, что нам не нужны предприятия, в принципе, и экономика не нужна. Ну, как и на Украине, да. Экономика не нужна. В принципе, да, вот нормально, люди выехали за рубеж, они посылают деньги, деньги приходят сюда. Что еще надо? В валюте, да, мы эту валюту не в состоянии переверить и не можем эту валюту пустить, то есть механизма не существует, чтобы эти деньги пустить в дело. Конечно. Рабочие места создавать. Создавать какие-то предприятия, что-то делать, какую-то инфраструктуру, для того, чтобы сферу услуг, для того, чтобы занять население. Что эти деньги, конечно, они бы понесли бы в Нацбанк и потребовали на них леи, Нацбанк бы разорился моментально. Вот эти деньги везут под проценты обратно на Запад. Система Ниппель, туда дует, туда. То есть туда дают и пылесосом тоже выкачивают. Абсолютно. И тогда вопрос. Абсолютно, вопрос возникает. Конечно. Вот сегодня, вчера рассылали, как бы всем пресс-релиз, вот я его тоже получил, о том визите американского представителя Госдепа. Хотя он небольшая шишка там, он где-то будет докладывать к какому-то начальнику. Тот начальник еще двум начальникам, пока дойдет до Госдепа. Госдеп, я не знаю, Трампу вряд ли будет морочить голову о ситуации в Молдавии. Вот, значит. Так вот, там было такое приложение к этому пресс-релизу, что Америка с момента независимости Молдовы выделила 1 миллиард и 4 миллиона, а вот в прошлом году аж 30 миллионов долларов выделила на развитие Молдовы. Помнишь, Воронин все искал, куда держись там тебе бы деньги? Я говорю о другом. Каждый год наши несчастные гастрабатеры пересылают сюда 2-3 миллиарда. Это не за 30 лет. Это за 30 лет, наверное, миллиардов 70-80 до 100. Накатило. Спрашивается, а почему правительство до сих пор не вот настолько тяжело эти наши люди зарабатывают эти деньги? Мы знаем, кем они там работают, как они работают. Это разбитые семьи, разделенные, это несчастье, горе, страшные детей, дети брошенные и так далее. И многие наши проблемы социальные и моральные от этого. И вот, казалось бы, а почему эти деньги не могут быть использованы для модернизации страны? Да, люди уехали, да, нас обманули. Под песней о развитии мы сначала раздали землю, разрушили сельское хозяйство, растащили по кирпичику фермы, потом разрушили заводы, фабрики и так далее, и стали гастарбайтерами. И потом триумфально подписали сотрудничество, это знаменитое с Евросоюзом. А что могли наши чиновники сделать? А ничего. Да. Некоторым чиновникам за это пообещали хорошие теплые места с хорошими зарплатами в Брусселе. Тоже обманули. А соблазн это сила вещей? Тоже обманули, да. И подмахнули это соглашение. Вот сейчас, когда наблюдаешь, что те, кто не поторопились собирать, подписывать это соглашение и говорили о том, что надо бы подумать, надо бы взвесить все. Я имею в виду Белоруссию, Азербайджан, Армению. Но не в такой истории успеха, как оказалась Украина, Молдова и Грузия. Потому что нам говорят, что вот здесь вот это именно, вот здесь настоящая демократия. И когда с некоторыми коллегами, которые сидят на грантах, я встречаюсь в студии, они мне говорят, вы что хотите Молдову заточить к олигархическим режимам, которые правят на Востоке? Ай-яй-яй! Нет, подождите секундочку. Самый олигархический режим, это вот как раз правит в этих трех историях успеха. В Грузии правит олигарх Иванишвили, на Украине несколько олигархов, и поэтому у них там войны еще будут гремять, и будут греметь долго. Начало олигарх Порошенко убрал олигарха Януковича, это не понравилось другим олигархам, Коломойскому, Пинчуку. А теперь Украина радуется, другой олигарх пришел. Да, теперь они отодвинули Порошенко. Сейчас Майя Санду говорит, нужна олигархизация. Вот молодец. Да, у нас Молдавия, слава Богу, маленькая страна, нам хватит и одного, поэтому... Нам СОПов нет, братьев не надо. Нам, как бы, много олигархов мы просто не выдержали. Не перенесем. Не перенесем. Боливарные выдержали. По Лодесской области, да, знаете, когда я наблюдал, когда премьер Ченнамурдин провожал одного нашего молдавского премьера, кто-то его просил там об отсрочке за газ, тогда он всегда говорил, да поможем, что ваша Молдавия, по Лодесской области. Вот это поможем, конечно. Вот. Поэтому я говорю, что, конечно, это все слова, то, что мы говорим, о ситуации в стране, скажем так, не лучше. И, конечно же, в нашей стране любой нормальный человек, который дружит с мозгами, скажет, что стране необходимо хотя бы 5-10 лет стабильности, стабильной власти, для того, чтобы оглянуться, осмотреться и что-то сделать, да, что-то, так сказать, исправить. Вот. Помнишь, Столыпин мечтал для России. Да, 20 лет мира и не дали. Не дали, не дали. И развалили матушку тогда. Ну, слабый царь, который не сообразил, что, как американские финансисты, что в войну мировую надо входить последним, чтобы пожаровать. Успеть нажиться, да. Американцев две, наверное, в блестяще вошли. Экономику подняли. Погубили меньше всего, но разбогатели, разжирели и так далее. И молодцы, я считаю, Сталин... Нам бы таких руководителей. Сталин во вторую мировую войну ходил тоже войти последним, да, и поэтому и подписывал этот треклятый пакт Молтера-Минтропа после Мюнхенского сговора. Это же была игра на что? На то, чтобы стравить их, а самому прийти последним к разбору. Увы, не получилось. Увы, не получилось. Ну да, конечно, так было. Царь не сообразил, что в войну надо вступать последним. Втянул Россию в войну. Ну, потом пошел Ленин с его идеей, это сказать, который Маркс отговаривал, говорит, выберите страну получше, чем вот это вот. Залил ее кровью, а потом из-за этого все пришлось очень жестоко платить. Готовиться к Второй мировой войне и эволюционного пути не было, как я ни спрошел. И без диктатуры никуда бы не... Развалили бы страну. Кров, слезы и все такое прочее. Да, были пролиты нашими отцами, дедами. Но мы этого не оценили. И опять... 25. Опять в 91-м году попали на ту же... Грабли. На те же грабли наступили, тоже развалили и так далее. И вот сейчас как бы тоже, так сказать, выкарабкиваемся из этой ямы, все как бы продав за понюшку табаку. Значит, с точки зрения как бы логики вещей, а мы именно об этом говорим, что есть вещи, которые не зависят часто от человека. Он бы рад и по-другому. Но вот такая ситуация, что по-другому не получается. И вот с точки зрения этой логики вещей, вот как удалось вот тебе обрисовать, как бы в какой мы каустической, такой токсической среде кислотной находимся, и это так, никуда не денешь. Вот. Ты подчеркнул очень важную вещь. Политики такие, какие мы. Какими мы их избираем. И вот эти привычки истеричные. Вот они, понимаешь, такие-сякие. Ребята, а кто голосовал за них? Мамочки. Не ты ли? Не ты? Не ты? Так вот мы. Самое смешное, Виктор, знаешь. Ты понимаешь, вот эта привычка, дескать, народ всегда прав. Народ вернется. А за Гитлера кто? Было. Было? Было. То же самое за всех. И за Сталина плакали, и за Гитлером. И как бы Гитлера тоже были почитатели, пока он покорял Европу. А Холокост возьмем? Да. А вот эти все вещи? Поэтому я считаю, что... Немцы знали о Холокосте. Это неправда. И поляки знали. Знали, все хорошо. И немцы знали, и брали рабочих оттуда, и видели, что происходит. Но они были хозяевом положения, что же обижаться. Потом уже, когда пришли союзники, они уже поджали хвост и стояли, и говорили, что мы не знаем, мы этого не видели. Видела это и армия, и армия не любила СС, и видела, то есть зачастую армию не использовали в этих, так сказать, о чем не говорил Кейтель на Нюрнбергском процессе. Поэтому все это, конечно, было. Я согласен с тобой, что, конечно, люди должны чувствовать тоже свою вину. И ответственность за свой выбор. Конечно, слава Богу, мы не привели таких людей, как Гитлер, но наши избиратели. Наши избиратели тоже ошибались. Вот сейчас многие, ну знаешь... Жалеют тоже. Приходится встречаться там с людьми, и они все начинают говорить, вот там ты в этой телевизионной среде крутишься политологической. Что будет? Я спрашиваю, а чего вы хотите? А надоело уже все, сколько можно? Сколько можно уже? Три месяца не могут ничего сделать. Уже сделали бы какое-то правительство. Заметь, все время это же пластинка. А я спрашиваю их. Так подождите, а что вы меня спрашиваете? Вы сами ответили на вопрос. Да. Чего вы хотите, да? Вот проголосовали и так далее. Да, я понимаю, что сейчас, если вдруг политики захотят... Знаешь, как бывает так, так что, когда не идет игра за карточным столом, предлагается... Давай пересдадим карты, да? Да. Давай по новой перетасуем. Давай перетасуем по новой, чтобы не было обвинений, что кто-то там... А тузы в рукаве... Как говорил Михаил Теодорович Гимн. А тузы в рукаве оставим на всякий случай. Вот. Поэтому я думаю, что если сейчас будут пересдавать карты, в принципе, это очень выгодно. Значит, я думаю, что на это пошли бы многие политики. И с точки зрения многих вещей это было бы выгодно. Потому что правительство есть. Партия, которая правит, есть пока, да? Как бы никуда. То есть хаоса в управлении... Не видно. ...не наблюдается, да? В принципе, как докладывает Филипп, все контролируется и так далее. Деньги из страны ЕС прошли на строительство дорог, кредиты, там, 50 миллионов, по-моему. Вот. В принципе, даже есть маленький там экономический рост, показывается, да? То есть, в принципе, как бы, знаете, катастрофы такой нет большой, да? С другой стороны, мы в пакете в этом попали... В этом оригинальном беспорядке попали в один пакет с Украины. А там еще ничего не решено. Там вот сейчас избрали Зеленского, но он начинает борьбу за Раду. И там будет веселая история до осени, да? Кто кого завалит. Или Порошенко отобьется, или эти, так сказать, его дожмут и так далее. И поэтому, может быть, даже стоило... Обычное коалиционное предстроительство. Не, понимаешь, в чем еще дело? Ситуация-то в мире очень быстро меняется. Конечно. И ты, как дипломат, ты лучше меня это знаешь. На глазах. Да. Потому все политики стараются держать руку всегда на пульсе, да? Ну, чтобы не выглядеть, допустим, как выглядела наш посол госпожа Балан со своей речью, да? Что она как бы еще... Запомнишь, эта история была в горе от Умага, или тон мысли там попок штурма Ашчакова и покорения Крыма, знаешь? Да, да. То есть она еще... Как запомнила. То есть ситуация в мире сейчас меняется, да? Я думаю, что, может быть, будет интересно нас сюрпризы ждать после встречи Трампа и Путина в Японии через пару недель. Я бы тоже не торопился, подождал. Я бы тоже. Посмотрел, какой звоночек будет. Потом можно подождать, что на Украине... Потому что, обрати внимание, для Трампа куда важнее Байден, чем все эти вот микроразборки. И поэтому, помнишь, Байден к нам приезжал с этими снайперами, расставил и рассказывал нам тут историю успеха, а сейчас Трамп охотится, чем его сынок на Украине занимался и чем он сам занимался. Поэтому я так полагаю, что не так просто. Нет, с Украиной там, да, действительно ситуация произошла такая, что, в принципе, сейчас бы хотели бы... В принципе, я, насколько я понимаю, и Россию, и ЕС, и даже в какой-то мере американцев уже интересуют в этом регионе стабильность. А стабильность можно навести только какими-то договоренностями друг с другом, а не в этом противостоянии, которые нас тянули несколько лет назад. Поэтому и чисто случайно три на наша собрались в одном месте. Да, да, да. Вы знаешь, знаешь, вот даже я, как бы, несколько скептически отношусь к комментариям американского политолога, румынского проследжения, господина Сокора, но когда он сказал, что, в принципе, какая-то договоренность есть, и они три, трое, не случайно оказались в одном месте, то есть, как бы, я считаю, что где-то здесь какое-то зерно есть. Конечно. То есть они все прошли, приехали все три представителя трех стран, и они обозначили свои позиции. Да. Обозначили свои позиции и сказали о том, что они думают о ситуации в нашей стране и о своих интересах в этой стране. Да. И после этого сказали молдавским политикам, ребят, вы дальше уже... Мы тут посовещались, а вы тут решайте. А вы сами уже принимаете решение, понимаешь? И наши политики должны... Не так кажется, я хотел бы от наших политиков, чтобы они проявляли больше, так сказать, вот этого, нам на румынском звучит матуритати, знаешь, как бы, зрелости. Скажем, зрелости, взрослости. В том, чтобы зрелости, в том, чтобы, ну, не бегать вот так, знаешь, как бы, мы... Вот это мне страшно бесит, когда начинают наши политики отчитываться. Те нам покрасят, те нам подадут, те нам подбросят, те нам помогут, те нам то, я чуть не знаю. Вечное какое-то попрошайничество. Вот это... Кто-то, дядя поможет. Хочется задать вопрос. Ребята, подождите, а мы что, инвалиды, да? Вот именно. Обычно это вот люди, которых там специально ставят, у нас некоторые злоумышленники есть, ставят на прокурорский код инвалиды, он просит деньги, а потом все доказано. Но правительство не может превращаться в это. Обычно в любых канцеляриях, что на Западе, на Востоке, на этих людей, которые вечно с протянутой рукой и нытьем смотрят... Как на бомжей. Начинают избегать, понимаете? Да, потом, 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 подадим потом, да, отойдите. А страна проигрывает. Это ненормально. Это ненормально. То есть мы должны заниматься нашей политикой, должны заниматься нашей страной, ее выведением, ее искрением. Для этого, действительно, я согласен с теми, кто говорит, что для этого нужен период стабильности. Какой-то стабильности и прогнозируемости, да? А для того, чтобы была эта стабильность и прогнозируемость, нужно, ну, наверное, вести себя несколько по-другому с внешними игроками. Не подпевать им... Не халуйничать. Да, 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 да. Ну, знаешь, как бы, есть такое понятие у Шукшина, когда он сказал, да? Не стыдно быть бедным. От сумы, от сумы и от тюрьмы никто не зарекается. Никто, нельзя зарекаться. Это библейская истина, да? Каждый из нас может оказаться и с сумой, и в тюрьме, да? Не стыдно быть бедным, стыдно быть дешевым. Вот. Понимаешь? Хорошо вспомнил. Понимаешь? Стыдно быть дешевым. А мы зачастую ведем себя как... Можно быть бедным и уважаемым. Да, да. Абсолютно, да. И можно быть побогаче, и на тебя смотрят, скажи, каныш. То есть вести себя с достоинством хотя бы, да? Это большое дело. Не преподать, не говорить то, что от тебя хотели бы слышать, понимаешь? Когда ты уважаешь интерес у другого и уважаешь свой интерес. Свой интерес, да. И не стесняешься об этом говорить. И зачастую... Абсолютно. А у нас так. Что вам там в Европе, помнишь? Что подписать? Давай, подпишем, все. Пожди, парень. Не успел Козак приехать, встретиться с Плохотниковым, как наш посол начинает критиковать Додонов на каком-то семинаре и начинает кричать, что Козак приехал для того, чтобы втянуть в Россию. Так твой начальник встречается с Козаком. Ты что несешь? Я ошарашен. Понимаешь, я когда прочитал это сегодня... Вот бахнул. Я даже не знал, что... И главное, что через, ну, где-то недели, несколько, может, пару месяцев назад посол извинялась за такое же... Она сказала, что она писала, когда она была демпартией еще. Понимаешь, это поздняя публикация. Ну, это сейчас, что... Зачем это делать, да? Это уже выглядит смешным, потому что, насколько мы знаем... Не знаю, что кажется, что девушка не очень... Тихо-тихо-тихо-тихо. Девушка не... Я как дипломат, я старый... Ну, тебе виднее, ты послушай. Не осталось... Я в этих штанах не бывал, потому что... Валера, не осталось две недели до семидесяти. И тогда до свидания. Остаюсь буду членом. Нельзя себе так вести. Так вот смотри. Я могу сказать то, что другой не может сказать. С высоты возраста и опыта и всего. Девушка чуть-чуть не поняла, что хочет ее хозяин. Ты понял? Ну, это ее проблема. Объясню, в чем дело. Госдеп США, это очень интересная сейчас контора. Трамп пытается избавиться от обамовских, от байденовских ребятишков и так далее. И он их потихоньку оттуда... Видно, процесс идет... Кстати, помнишь, инаугурационная вещь в Вашингтоне? Он сказал, я расчищу эти авгивы и конюшни. А Трамп не шуткует. А, потихоньку это дело. А вот эти ребята, которые находятся в этой среде, они не все вовремя успевают ориентироваться. Кого слушать? Своего начальничка, которого Трамп уже приговорил, и тот улетит? Или слушать самого папу Дональда? Понимаешь, в чем дело? И вот поэтому я смотрю на американских дипломатов, они мне напоминают каких-то зашуганных детишков, которые не очень понимают, куда и как нос по ветру держать. А когда я вижу европейских дипломатов, ну, там это, представляешь, насколько эти ни секут, ни рубят, то европейские те вообще не понимают. Как же? Да вот Америка! Они же нас! Мы друзья! А тут Трамп, понимаешь, санкции, и все, как же так? Ребята, посмотрите на русских дипломатов. Эти всегда четко знают, что хочет руководство, эти всегда четко знают, чего и где надо делать. И поэтому, когда я вижу Лаврова дискурс, то Лавров рядом с этими ребятами Помпео и другими выглядит как патриарх дипломатии. Почему? Это нас... Вот я говорю, чему повезло России, это Шойгу и Лавров. Ну, еще там есть несколько ребят. Знаешь, Виктор, я застал время... Классные ребяты. Я застал время... Тоже Коза! Я застал время в России в 90-е годах, когда... А эти сейчас мельтешат. Они еще не поняли. Когда общался с дипломатами, они плакали. Буквально. Вот иногда, бывало, выпивали, говорили, у них слезы были на глазах от того, что они рассказывали, насколько все это было больно, насколько сдавалось все. Даже вот при Горбачеве, при Ельцине. Насколько вот как бы дипломатия была беззубой. Вот эта школа, когда, знаете, вот говорили, что вот Громыко, мистер нет. Да, это железный мужик был. Да, мистер нет. Действительно, почему? Потому что все дипломатии начинаются с нет, а потом идут с уступками. Но с обоюдных уступок. Они так, чтобы все сдавали. Вот. И, конечно, многие не понимали, что дипломатия, это, конечно, если грубо говорить, это, конечно, большой торг. Конечно. Когда никто так просто не сдает свои позиции, никто так просто не сдает интересы своей страны. Даже за них надо драться. За каждый витамин, за каждую позицию. Они соглашаться со всем, что тебе предлагают. Чего? Слышь, это какая-то появилась удивительная форма дипломатии. Чего извольте? Да я никогда не вспомнил, что когда там американцы были ошарашены. Лянка обрадовался, десант всех этих. Помнишь, целая куча министров иностранных? И я смотрю, Лянка счастлив. Он просто в восторге. Смотри. Но он все-таки тоже. Не, подожди. Он выпускник МГИМО. А теперь я скажу, хреновый выпускник МГИМО. Так вот, если бы Лянка, как настоящий министр иностранных дел, своей собственной страны, сказал, ребята, давайте так, чем вы нам можете помочь? Чего вы хотите то-то, то-то? Чего взамен? Вот нам надо то-то, то-то, то-то. И торговали. А румыны, обрати внимание, вот румыны торговались с Евросоюзом по условиям, помнишь, этих соглашений, вступлений, за каждую позицию, за каждый витамин. А наши, о, чего вам, пожалуйста. Это подможение не с этого животного. Я таких дипломатов гнал в шею. Просто в шею. Потому что они работают не на нашу страну. Они работают, чтобы занять место. В бруссельских структурах где-то. Виктор, эти дипломаты... Ты же говорил сам об этом. Да, дипломаты... Это шкуры. У меня нет других слов. Да, зависит во многом не от политиков. Потому что политик... Однажды мне один политик сказал, когда я ему говорил, что, слушайте, ну вы если рассоритесь там с россиянами, ваши производители потеряют рабочие места. Это будут большие дыры в бюджете. Недовольство будет и так далее. Это судьба страны, судьба людей. Да плевать я на них хотел, сказал он мне. Ну и закроется, не закроется. И подумаешь, большое дело. Потому что, в принципе, этот человек живет за счет этих подачек, а не за счет доходов этих. С этим надо работать. Мало того, он мечтает потом попасть где-то в Евросоюз, какие-то вот эти структурки, на тепленькое хорошо оплачиваем место. А что он страну предавал или наплевал на это? Ну вот это очень плохо. Кого интересует? За это его и берут. Посмотри вот Китай, которым ты работал. Опа, там серьезно. Представляешь? Попробуй ты, китайцы, вот надуй, купи на эту мякину, на эти крошки. Скажешь, мы вам дадим денег, а вы нам вот здесь уступите и так далее. Они будут вам улыбаться, будут вести спокойно, не возмущаться. А потом такое сделаешь, что даже Трамп чешется. Понимаешь, они спокойно... Вот я сегодня весь слышал заявление министра торговли Китая, который говорил, что, говорит, американцы пусть не думают. Мы это самое... Мы так не спустим на тормозах. Мы так не работаем, да. То, что они там нам рассказывают сказки, пусть расскажут сказки себе. А нам не надо рассказывать эти сказки, эти демагоги, которые они там проводят, так далее, так далее. Ты же помнишь, Великолепно, когда они им говорили, тянь-нянь-нэнь, авто строите, авто сделайте. Да, 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 оскорбляли, что у них права человека. Да, китайцы спокойно говорили, вашему государству 200 лет, нашему ты 4000 лет. Нет, китайцы говорят, а индейцы кто истребил, а негров кто мучил. И мне рассказывал мой коллега, который возил наш фильм документальный на международный фестиваль в Вашингтоне был. Там был он совмещен с каким-то съездом по правам нацсмешинства и так далее. И вот там китайцы произвели фурор. Они вот в ответ на эти все американские фильмы о нарушениях прав человека, то там, то там, то там, привезли фильм о нарушениях прав человека в США. Они там показали, что в США сидит больше всего людей в тюрьмах. Это так, да, это правда. Красного, и там индейцы вспомнили, и все-все вспомнили. Ну и что? И говорят, смотрели этот фильм, вот все, да, в такой гробовой тишине. То есть китайцы посягнули на саму себя. Но они нормально фактами... Нет, они ответили. Вы нас обвиняете, мы вам. Ребята, извините меня, кто нас учит не ковыряться в носу? Первые бандиты в мире, которые развязали кучу войн, убили миллионы людей. Вьетнам чего строил? Интересно, да ладно, зачем выходить в Вьетнам? Чуть страшная бойня была. Вивия, Сирия, Ирак, Афганистан. Тоже бойня. Что? Это вот сейчас произошло. Уже без Советского Союза. За демократию и свободу. Без империи зла, заметьте. Без империи зла. Раньше говорили, вот все, есть противостояние, если в Советский Союз. Советский Союз, вот из этого все войны. Вот не стало Советского Союза, Россия не вмешивалась в лет 15. Никакие конфликты, ничего. В первый раз в 2001 году по просьбе Буша помогли им в Афганистане, вооружили этих узбеков, таджиков и часть пуштунов, чтобы выгнать калибов, помочь американцам Бушу. Сделали это, потому что американцы боялись сукопутной операции. Они только бомбить были гораздо. Ну и отблагодарили. Ну и отблагодарили Путина этим. Ну что, Валерий, заканчивается. Благодарность была очень быстрая. Помнишь? И мгновенная. И неотвратимая. И неотвратимая. С Козакой и так далее. Благодарность была неотвратимой. Поэтому правильно Рейган говорил. Доверяй, но проверяй. Спасибо, Валерий. Спасибо. Дорогие сотрудники, вот у нас в гостях и побывал Валерий Демидецкий. И я надеюсь, что вот та тема, которую мы затронули, мы, по сути дела, все время говорили о кризисе нашем политическом и о корнях, о причинах этого кризиса. Если кому-то может показаться, а что же мы там не обсуждали, как одни партии сейчас торгуются с другими, третье, десятое. Потому что это, ребят, это все, простите меня, за очень непрофессорское, за очень некорректное, неполиткорректное выражение все это фигня. Речь о чем идет. Дело в том, что эти все торги, все эти показушные, кто там, кому, чего там, обещает, не обещает и так далее, за ними всеми стоит только одно. Есть три силы, они обозначились. Это США, Европа и Россия, которым сейчас неинтересно, чтобы у нас была буча и бойня. Вот что их сейчас интересует. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас в стране что-то было, во-первых, надо было голосовать не так, как мы голосовали. Но уже, что сделано, то сделано. Вот сейчас видно истинное лицо Акум, там и многих других. Очень хорошо сейчас видно. Многие сейчас говорят, я бы никогда, если бы знал, не проголосовал. Да вот так, батенька, не думал головой, сейчас увидел истину. Так вот, что сейчас нужно в стране? Сейчас в стране нужно, чтобы все эти политические партии имели четкую, ясную программу действий, как вытаскивать страну из того положения, в котором она находится. У социалистов есть наработки, у них очень интересные есть предложения, особенно которые касаются общения с Россией. Это рынки, это наши гастарбайтеры, это сбыт нашей продукции, это технология, это очень многое другое. У демократов... Это и объединение страны, и спасение от развала. Конечно, и преднестровские конфликты, и все это. Дальше, у демократов, что сильное у демократов? Что не говори, менеджмент там поставлен, будь здоров. Они по части бизнеса, только если этот бизнес поставить не на расхищение, а на созидание, там есть очень много толковых и волевых людей, которые знают, как делается экономика, как делается превращение рабочих мест и так далее. И третье. Возьмем даже того же Шора. Ой, Шор, вор там, новатор и так далее. Вот я, вот ученок, приезжаю в Аргеев, разговариваю с местными жителями. Все довольны своим мэром, то есть Иланом Шором. Вот пусть Шор вот так и продолжает работать на сограждан, как он работал. Вот тогда цены ему нет. Но тогда у меня возникает вопрос. А что такое АКУМ? Ну, как-то, наверное, и там есть толковые дамы и господа, которые могут что-то реальное, конкретное сделать для страны. Возьму того же Слуцаря. Вот я помню, когда мучили этих фермеров, и сейчас мучат, и он организовал вот это сопротивление. Достойный мужик при своем деле. Поэтому вывод такой. Пусть наши политики занимаются конкретными делами, а не собачатся и не плюются друг в друга. Именно это им и намекнули наши кумовья, которые неожиданно, то ли как-то случайно, вдруг оказались все на нашей территории в одно и то же время. Так что вот я думаю, что так. И я думаю, что посыл Валерия Демидецкого заключался именно в этом. Он вам приоткрыл чуть-чуть завесу, ну а мне что, я могу сказать все, что думаю. Ну, кому не нравится, ну не нравится. Самое парадоксальное, Виктор, в том, что у нас, это было очень смешно для меня, на козах некоторые правые политики наши, которые должны отметиться своей русофобией, они накинулись за счет того, что он говорил на пресс-конференции с президентом. Но самое смешное было в том, что Козак, мне кажется, очень здорово подшутил. Мне так кажется. Он же человек с юмором, я как-то вот несколько раз было, сообщался с ним. И вот, значит, мне кажется, что он человек с юмором, потому что он повторил ровно то, что два года нам говорят европейские партнеры. Понимаешь? Самое смешное. Но на это мы внимаем, понимаешь, как бы, ну как бы, я пошутил, да, говорит, молимся на это, да, но стоило сказать, повторить о том сами, что что-то у вас тут не то с избирательной системой, что-то у вас не то и с этим, и с этим, и с этим. Вот, как, что-то такое. Не, обрати внимание, Козак повторил то же, что европейцы тут все время говорили. Абсолютно, один к одному. Ну что? И я убежден, что ищите наверняка на закрытых встречах тоже это повторили. Я думаю, что да. Да, мне глупые мужики забрали. Дорогие соотечественники, значит, на этом мы заканчиваем нашу передачу, посвященную политическому кризису, нашему коалиционному строительству и всему, что вокруг нее. И я призываю вас всех сказать нашим политикам следующее. Дорогие дамы и господа, хватит собачиться, засучите рукава. И, как помните, во времена Толи Хрущева, Брежнева, за работу, товарищи, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова